Уважаемые коллеги, вашему вниманию предоставляется следующий доклад. Докладывает профессор Борис Владимирович Афанасьев, руководитель Центра детской гематологии и трансплантации. Рецидивы и резистентные формы имфомы Ходжкина, современный подход на состояние проблемы. Будьте добры. Не будем говорить о природе, но тем не менее, многие черты, которые характерны как для опухоли, так и для инфекционных заболеваний, так и для воспаления при лимфоме Ходжкина, налицо. Странная опухоль. Опухоли в клетках совсем немного. Думаю, 5% это редко бывает. Думаю, что на самом деле даже и меньше. Поэтому действительно, клональные клетки очень-очень мало, а вот все остальное о том, о чем говорила Елена Ефремовна. И вообще она странная. И иммунология ее странная, и течение, и прогнозирование. Опухоль с большими сюрпризами, как в лучшую сторону, так и в худшую. Поэтому работать с этой опухолью достаточно тяжело, но с другой стороны очень приятно. И только потому, что появились новые-новые препараты. И очень большая группа больных сейчас, в отличие от того, что было совсем недавно, уже не переводится на палитивную терапию и не остается дома один на один с одной болезнью. А ей можно кое-что в этой группе предложить. Опухоль редкая, но в районе 3 тысяч больных в России ежедневно. Поэтому, учитывая достаточно продолжительную жизнь с этой опухоли, их количество увеличивается, увеличивается и увеличивается. И, конечно, вы понимаете, что трудно посчитать точно, регистрация нет, регистрация не очень хорошая и так далее. Но, считая, считая, наши специалисты предложили вот такую вот цифру. Около тысячи пациентов в год в России можно записать в эту проблематичную группу, которая требует какого-то нестандартного лечения. Конечно, при лимфоме Ходжкина появились новые и новые программы. Вот видите, красная и рыжая – это полная ремиссия. Вы видите новые эффективные программы. Гемзар, содержащие, например, программы очень сейчас популярные. Ну, традиционные программы, содержащие патину. Поэтому достаточно эффективная терапия. К этому можно присоединить и аутотрансплантацию. Вы видите, что результаты при использовании аутотрансплантации лучше, чем при химиотерапии. Несмотря на то, что эта схема достаточно жесткая, но судьба этих больных достаточно печальная. И несмотря на современную химиотерапию, я имею больных рецидивирующих. Наоборот, судьба тех больных, которые ответили на терапию, она не печальная. Они хорошо и долго живут. И таких больных много. Но вот эта вот группа, 20 или 30 процентов, даже получивших аутотрансплантацию, вы видите, что кривая идет постепенно-постепенно на нет. Поэтому, кроме трансплантации, у многих больных возникает необходимость в следующей линии терапии. Ну, гемзар, бендамустин тоже не решают проблемы. И вот эти вот два препарата, это брендуксимаб анти-СИЗИ-30 и невумаб. Это уже упомянули ингибиторы ПД-ВАН или ингибиторы этой точки иммунологической. Сейчас, конечно, находятся в фокусе. Ну и аутотрансплантация, которая также является одним из способов иммунотерапии. Может быть, еще что-то появится в последнее время. Огромное количество исследований. Но до клиники доходит какой-то незначительный процент. Несмотря на то, что пытаются воздействовать на все сигнальные пути, но вот за многие годы я не могу припомнить ничего такого радикального, кроме анти-СИЗИ-30 брендуксимаба и анти-ПД-1, ПД-ВАН и так далее. То есть это наиболее такие перспективные. Вы видите, что вот эти препараты, ингибиторы ПД-ВАН, очень-очень эффективные. Ибрентуксимаб. И вызывают большое количество достаточно положительных ответов при лечении больных с различными резистентными формами, при лечении рецидивов. Это большой опыт, накопленный группой Анаса Юнуса, которого мы совсем недавно пригласили, для того, чтобы попытаться как-то понять, куда нам идти дальше. И за этот день или два дня, я уже не помню. Мы получили такую хорошую информацию. И, в общем-то, это явилось каким-то стимулом, эта встреча, для того, чтобы мы быстро пошли на использование ингибиторов ПД-ВАН при резистентных формах. У самых тяжелых, вот сейчас больных, их там уже у вас на очереди человек 50, наверное, просто человек 20 уже только получили. Большую роль играет иммунотерапия. Ну, собственно, то, что я сказал, ингибитор ПД-ВАН и при отоксимап, это тоже своеобразный вид иммунотерапии. Он лучше, да? Спасибо. Но есть и другие виды иммуноадаптивной терапии. Это прежде всего аллогенная трансплантация костного мозга или, по-другому сказать, трансплантация своих геопоэтических клеток. Почему мы обращаем внимание на иммуноадаптивную терапию? Вот по этой причине. Иммунотерапия — это совершенно другой механизм, который не имеет перекрестной резистентности, с цитостатической терапией, сучевой терапией и даже многими видами таргетной терапии. Если говорить о химиотерапии и различных видах трансплантации, вы видите, что противоопухолевый эффект, связанный не с цитотоксическим действием, а с иммуноадаптивной терапией, он варьирует и отличается значительно при различных видах терапии. В том и, прежде всего, вот этот синий столбик горизонтальный, он больше всего при аллогенной трансплантации с использованием мягких режимов кондиционирования. Собственно, в этом случае речи не идет о том, чтобы дать больному высокодозную терапию, тем более они уже и не переносят. Это очень тяжелые больные. С ними нужно крайне-крайне осторожно обращаться. Поэтому нас, конечно, привлекает аллогенная трансплантация с использованием мягких режимов кондиционирования. Но вот здесь вот вы видите, так вот мы попытались нарисовать такой вот свайт по поводу эволюции режимов кондиционирования. И если раньше мы в основном полагались на цитотоксический эффект, на милоблативные режимы кондиционирования, то сейчас мы больше стремимся использовать иммунноадаптивный эффект. То есть мы идем вот в этом направлении, к использованию режимов РИКИ, немилоблативные и так далее. Проще говоря, мягкие режимы подготовки. И рассчитываем при этом на то, что трансплантат эвологенный, лимфоидные клетки эвологенные сделают свое дело позднее, поскольку при лимфомах достаточно высокая чувствительность к этому эффекту. Трансплантат против лимфомы, против рака, против лимфомных клеток. Конечно, если говорить о лимфоме Ходжкина, то она занимает где-то промежуточное положение. И немножко грустная история вот при этих быстро пролиферирующих глазных лимфомах, поскольку они обладают меньшим таким иммуногенным действием. Вывод этот сделан на основании клиники, он подтвержден экспериментом. Вы видите, что при аутотрансплантации количество рецидивов намного больше по сравнению с салогенной трансплантацией, поскольку именно это связано с этим эффектом, который отсутствует при аутотрансплантации. Режимы кондиционирования, если продолжить, вы видите, что режимы мягкие, рик, вот этот цвет, они, в общем, занимают не то чтобы значительную долю, а уже с 2000 года они прочно вошли в клинику, и сейчас идет постепенное вытеснение полнодозных вот этих вот режимов, МАКа в данном случае. И это касается в том числе и лимфомы Ходжкина. Итак, сейчас наиболее популярные режимы, а мягкие режимы подготовки к трансплантации. Пожалуй, вот частично, по крайней мере, то, что я сказал, обуславливает постоянный рост количества аллогенных трансплантаций, при лимфомах, и в том числе при лимфоме Ходжкина. И вы видите, вот здесь вот, вы видите, что доля аллогенных трансплантаций, приходящаяся на лимфомы, она, в общем, достаточно большая. А вот, если говорить об аутотрансплантациях, она большая, но, посмотрите, большая часть связана аутотрансплантацией с миомной болезнью и другими плазмоклеточными дисказиями. Россия увеличивает темпы, нарастает, если говорить хирургическим языком, нарастает трансплантационная активность, вы видите, поскольку раньше было совсем плохо, сейчас рост. И, конечно, открытие, на мой взгляд, любого отделения трансплантации в любом городе Российской Федерации, это очень положительное явление, которое мы всегда приветствуем и там, где можно, всегда, в общем, помогаем. Следующая тенденция, если говорить об аутотрансплантации, это динамика, связанная с изменением доли в зависимости от источников трансплантата, в зависимости от донора. И вы здесь видите, что нарастает количество неродственных трансплантаций, не буду на этом останавливаться, это большая проблема, поскольку семьи маленькие у нас, к сожалению, да, и в Европе тоже небольшие, везде и всюду сейчас доминируют неродственные трансплантации. Но, если вот, может быть, на этом графике, если вы посмотрите, сейчас увеличивается количество, красный цвет, габа-трансплантации, то есть трансплантации на половину совместимых от родителей, детям, или наоборот, или на половину совместимых трансплантаций между сиблингами. И вот это вот, мало кто имеет здесь отношения к этому, да и мы тоже всегда немножко дистанцировались. Вы видите, что доля трансплантации клеток пуповинной крови уменьшается. В свое время мы ждали, ждали, смотрели, смотрели, и не пошли на создание банков клеток пуповинной крови вот такой широко. В этом направлении шли многие учреждения или частные компании, но там речь идет о таком хранении персонафицированной. Роженица, хранятся клетки для ребенка на всякий случай, если что-то случится. Но этот путь такой не будет сейчас останавливаться. А вот типированных клеток пуповинной крови у нас практически нет. Может быть сейчас, правда, вот в Москве регистра Александра Григорьевича Румянцева, Московский, ну и, по-моему, наш один банк клеток пуповинной крови стал их типировать. Как следствие, вы видите, резко увеличивается количество аллогенных трансплантаций при болезни при лимфоме Ходжкина от ГАПЛа и нарастает доля мягких режимов кондиционирования. Теперь, что происходит при аллогенных трансплантации у больных с лимфомами? Нарастает абсолютное количество и вот этот прирост составляет в районе существенный прирост в районе 160% при болезни Ходжкина. В результате всего этого опыта уже появились официальные рекомендации. вот рекомендации ЭБМТ 2015 года. Я не знаю, есть ли новые рекомендации 2016 год, но по-моему трудно изменить эти рекомендации. И вы видите, что аллогенная трансплантация является стандартом уже, стандартом, если есть родственные донорелинероза и совместимость при химио-чувствительных рецидивах лимфомы Ходжкина. Все, стандарт. И мы учитываем это. Если говорить о ГАПО, несмотря на очень хорошие результаты, полученные в некоторых клиниках, в клинике итальянской хорошо знакомой Наталье Борисовне под руководством Андрея Бочегалупа в Генуе, вообще считаю, что лучший вид трансплантации при лимфоме Ходжкина это ГАПО. Но это мнение профессора Бочегалупа, оно еще не отразилось на общих рекомендациях. Также вы видите, что здесь разрабатывается показания, целесообразность аллогенной трансплантации при резистентных рецидивах. Почему повысился интерес к аллогенной трансплантации? Вы видите, что у больных, у которых был донор, прогноз намного лучше. У больных, у которых не было донора. Также на этом диапоэзии вы видите, что прогноз результаты трансплантации намного лучше. При у больных с чувствительной формой заболевания, чувствительной химиотерапии по сравнению с резистентной формой заболевания. Здесь вы видите, что существенных различий между видами трансплантации аллогенной в зависимости от дора нет, но одна работа вот эта, вот она появилась, я уже упоминал группу Бочегалупа, вы видите, что оптимальный результат 74% выживаемости у больных с резистентной формой после аллогенной трансплантации. Поэтому, как мне сказал один человек, оказавшийся в одном самолете с Андреа Бочегалупа, тот всю дорогу из Америки до Европы говорил, это революция, это революция. вот по поводу вот этих результатов. Это Кулагин, он оказался с ним в самолете. Теперь на этом диапазитиве вы видите, это странная работа, ой, нет, это работа, которая подтверждает то, что я сказал раньше, это тоже группа Андреа Бочегалупа, и обратите внимание, не манипулированный костный мост, то есть мы отказались от попыток манипуляции, мы потратили, даже страшно сказать, какую сумму мы потратили за эти годы, пытаясь сепарировать клетки, и пришли к выводу, что овчинка выделки не стоит, смысла нет, поэтому имеется тенденция стремления к простоте. Как повысить? Повысить нужно следующим образом, лучше готовить к аллогенной трансплантации, то есть использовать что-то такое, которое может быть мостиком к этой трансплантации. Следующее, выбор оптимального донора, над чем сейчас работает, следующее, оптимальный режим кондиционирования и оптимальная профилактика РТПХ и профилактика рецидивов и лечения рецидивов. Ну, здесь, конечно, не обойтись без брентуксима вавидотина, который изменил картину всего того, о чем я говорил. И на этом депозитиве вы видите в общем-то наш скромный опыт, а с другой стороны он такой нормальный, если говорить об одном центре, потому что вот эти работы, которые я показывал, они многоцентровые работы. Итак, 82 человека, это тот опыт, который накопила группа Натальи Борисовны. Кстати говоря, эта группа резко увеличилась, пока Наталья Борисовна ездила в Валенсию, эта группа увеличилась на трех человек ввиду важности всего этого дела, так что наши специалисты, которые занимаются лимфомами, не обижены. Я буду говорить о 50 больных, которым сделали аллогенную трансплантацию. Не буду детализировать все это, но это тяжелые больные. И у большинства из них в анамнезе аутотрансплантация была, и рецидивы после аутотрансплантации. У 25 человек мы использовали брентуксима, пвидотин для подготовки к трансплантации. Среднее количество курсов 6, но мы не знали сколько курсов, ориентировались на запад, а потом оказалось, что это не надо, особенно с учетом того, что он дорогущие препараты и так далее. Мы сейчас сменили тактику и используем где-то в районе трех курсов, максимум четыре, а иногда и два. На нас давят экономические соображения. Большинство этих больных это получившие неродственные трансплантации. Мы пока не идем быстро на ГАП. На этот сентябрь мы снова попросили приехать Андрея Бочегову, чтобы разобраться все-таки. уже поговорить, почувствовать уверенность, можем ли мы идти быстро на ГАП трансплантации. Режим кондиционирования у нас мило, аблативный. И что мы принципиально изменили? Мы перешли на профилактику реакции трансплантат против хозяина с помощью циклофосфана в посттрансплантационном периоде. Ну вы видите, это выживаемость у всех пациентов, это два года. Здесь мы разбили на различные группы, и вы видите, вот такую выживаемость, она не отличается от выживаемости Бочегову, но только у больных, у которых нам удалось получить ремиссию и сделать трансплантацию в ремиссии. при при этом у нас также намечается тенденция к тому, что особой разницы между источником трансплантата в общем-то нет. Вот вы видите, здесь эти 25 человек, получившие брентоксимаб, эти больные до брентоксимаба были вот такими, 72% находили в стадии прогрессии, трансплантировать в прогрессии очень сложно и даже не нужно, и после получения брентоксимаба вот эта вот группа разбилась уже на более такую оптимистичную группу, 36% полных ремиссий и 32% частичных ремиссий, где уже можно трансплантировать. Эти данные практически не отличаются от того, что было получено в центре Фред Хатчессона в Сиэтле. Вот вы видите здесь кривые выживаемости и конечно брентоксимаб довел выживаемость до 76% это то, что не отличается от результатов бочегалупа. Режим кондиционирования это конечно РИК, и сейчас мы предпочитаем использовать сочетание флюда Робина с бедом устином, он мягче и так далее, и так далее, и обратите внимание, вот здесь циклофосфан в постраспансационном периоде. Вы видите, перейдя на этот режим, мы повысили выживаемость, он такой очень оптимистичный режим, судя по кривым выживаемости и используя постраспансационном периоде день плюс три, плюс четыре циклофосфан, вы видите, что происходит с кривыми, как с кривыми общей выживаемости, так и с кривыми выживаемости без прогрессирования по сравнению, допустим, с адгамом. Брентуксима в плечении рецидива. Рецидивы бывают, к сожалению, бывают. Вот уже говорили о Т-регуляторах, которые представляют очень большой интерес, и нужно быть готовым к рецидивам. У нас 13 человек, но есть ГОПАУ многоцентровое исследование, ну оно многоцентровое, но там тоже 25 человек. И вот вы видите наши результаты выживаемости, но они еще маленькие, говорящие о том, что с рецидивами можно бороться с помощью Брентуксима, а может быть и профилактировать. Мы сейчас точно не знаем. Кроме того, у нас еще остаются донорские лимфоциты, то есть лимфоциты от доноров, поскольку все-таки ответ при лимфомах 36%, в одной третьей больны. Он не такой, как при хроническом миоликозе, но он имеет смысл попробовать, тем более с Брентуксимабом. Похоже, что они работают вместе хорошо. И если говорить о второй трансплантации, то вторая трансплантация нам не очень нравится, вот это литературные данные, очень много рецидивов все равно и очень высокая летальность в любом случае. Летальность не связанная с рецидивами, а связанная с процедурами. Это нас настораживает и мы стараемся избегать повторной трансплантации, ну естественно, если имеется Брентуксимаб. Да и вторая трансплантация, вы видите, какая кривая выживаемости, не очень хорошая. И в заключении, единственная работа, такое количество больных, не рандомизированная работа, около тысячи человек, где разные лимфомы, в этой работе, которая, на мой взгляд, ну очень-очень важная работа, да не зря ее приняли, приняли в БАД, вот, было показано следующее, наиболее перспективным методом трансплантации аллогенной у этих больных является трансплантация ГАПЛА, или, осторожно скажу, не зависит от источника трансплантата, но с использованием посттрансплантационного, в посттрансплантационном периоде циклофосфана. А вот это вот, может быть, главный вывод, полученный на большом количестве больных. Здесь вы видите выводы, они так или иначе связаны с Брентуксимавом, это действительно история, это важная веха в развитии всего этого. И, конечно, большая благодарность Марине Олеговне, Наталье Борисовне за помощь в подготовке доклада. Спасибо. Борис Владимирович, уважаемый коллега, тоже желаю задать вопросы. Да, будьте добры, Сергей Михайлович. Борис Владимирович, спасибо за доклад. Два вопроса. Вопрос один. Ваше впечатление, имеет ли место тандемная аутологичная трансплантация в лечении прогностически неблагопоятных айцидиев лимфома Ходжкина? Ну, опять же, в серии того, что бентуксимаб чрезвычайно дорогостоящий, а возможности поиска неродственного донора или каплоидентичной трансплантации в эти случаи пограничены. И, если можно, сразу второй вопрос относительно применения бентуксимаба в качестве поддерживающей терапии для профилактики айцидива после аллогенной трансплантации костного мозга. Спасибо за вопрос, Сергей Михайлович. Но, с точки зрения логики, с экстраполированием вот этой тактики тандемной трансплантации с миомной болезни, допустим, на лимфому Ходжкина, имеет. Но, какие-то вот такие отдельные работы в разных странах не внесли ничего существенного. Может быть, я здесь хочу отметить, не только потому, что я имею к этой работе такое небольшое отношение, но сейчас работа была сделана в Абрунце по поводу повторной тандемной трансплантации пилипоми Ходжкина. И там, в общем, намечается положительный эффект. И я думаю, что 14 апреля эта работа будет успешно защищена. Поэтому, как опция, да, как опция, да. Но, конечно, появились и другие возможности. Я бы не склонен, счастье, Сергей Михайлович, считать, что мы не можем найти донора. И я специально на ГАПу так немножко обращал внимание, потому что все-таки, все-таки чаще всего ГАПу есть. В семье всегда кто-то находится. И если вот это вот результаты профессора Бочегалупа подтвердятся, у меня такое впечатление, что подтвердятся. И если нам использовать мягкий режим и циклофослан в пострасплантационном периоде, то это тоже неплохая опция. Даже при отсутствии брендуксимаба. Но, конечно, с брендуксимабом лучше. У меня такое впечатление, что у нас опыт небольшой сейчас. Мы только-только подбираемся. Ну и из-за экономических соображений. Мы же не можем профилактически нам, дай бог, набрать на больных с рецидивами, с явными показаниями. Но мне кажется, что это имеет смысл делать профилактически, имеет смысл не ждать рецидива, а заранее. И частично эта история связана с регуляторами бани рецидива. Спасибо. Спасибо, Борис Владимирович. Борис Владимирович, спасибо за интересный доклад. Можно я еще задам один вопрос? Ну, из вашего доклада мы понимаем, что перспектива, конечно, и самая эффективная это аула трансплантации и сопровождающая, включая таргетное сопровождение. Это сложные технологии, но мы понимаем, что это вот этих больных сложный, где-то пластом 1,5 от всех пациентов, а поток гораздо больше. А вот как вы видите, в чем все-таки перспектива создания центров вот таких со сложными технологиями, которые будут сразу всех больных этих пациентов брать на себя, мы понимаем, что это несложно создание центров и брать всех или все-таки жесткая преемственность, стандарты и большую часть больных все-таки возьмут на себя не специализированные центры при правильном регулировании, при правильной организации. И какие вот вы видите трудности вот в создании такой системы? Алексей Михайлович, ну, очень важный, но очень трудный для ответа вопрос. Я не могу однозначно сказать, и меня тянет вот в таком направлении. Это гибрид из того, что вы сказали. И то, и другое в разумных соотношениях. Ну, первое, мне кажется, что каждый федеральный округ, а может быть, крупные города в этом федеральном округе должны иметь возможность проводить интенсивную химиотерапию с аутотрансплантацией. Это первое. Показания к аутотрансплантации ясны, это рецидивы, но химио чувствительные. Думаю, не стоит тратить время и деньги и не сбывшиеся надежды на аутотрансплантацию при резистентных формах заболевания. Здесь требуется комбинация, может быть, с брентуксимабом. Далее, брентуксимаб скоро будет зарегистрирован. Я надеюсь, что хотя бы часть регионов, часть клиник с помощью фондов, может быть, с помощью каких-то территориальных, там, финансовых вложениях, ну, так же, как и окулизумаб, допустим, при пароксизмальной гемогомиенурии, все-таки сможет закупать, потому что брентуксимаб зачастую это способ выжить, способ радикально изменить ситуацию. Не так много препаратов, которые могут сравниться с некоторыми из них. Мне кажется, что разницы большой, и вообще такого термина не должно быть в медицине, регионы, нерегионы. Медицинских столиц не должно быть. И вы это знаете, наверное, лучше меня, что в Берлине или в Гамбурге, или во Франкфурте, там, или в Мюнхене не имеет никакого значения. в Нью-Йорке, или в Оссанджиосе, или в Сиэтле, не имеет принципиального значения. Хотя каждая клиника располагает, ну, имеет какую-то свою нишу. Сиэтл, это экспериментальные виды трансплантации, пробивает дорогу, а потом тиражирует другие. Вот. Но я думаю, что аллогенные трансплантации в ближайшее время будут недоступны всем регионам. Это очень сложная кухня. Несмотря на то, что сейчас мы пытаемся что-то делать с российским регистром, чтобы у нас был регист, потому что получать трансплантат. Все равно это сложная кухня. Итак, децентрализация до какого-то уровня, аутотрансплантация в регионы идет, но я бы пока ориентировался, если говорить о баллогенной трансплантации, только на некоторые центры. Хотелось бы, чтобы за Уралом они еще были, не только Москва, Санкт-Петербург, но там за Уралом есть немножко, но хотелось бы, чтобы там они были улучшены. Но надо их создавать. Вы понимаете, что вот говорят дорого-дорого, а ведь таргетная терапия она еще дороже, если она пожизненно будет. А иногда трансплантацию сделаешь, на коротком участке затраты кажутся большие, но потом вот. И вы же знаете, что эта группа больных до самого последнего времени самые многочисленные для выезда зарубежные лечения. Ведь они же знают, наш народ грамотный, он знает, что как и где. Сейчас это резко-резко упало. Вот. И по поводу стандартов. Это важно очень. Но стандарты это нечто такое, что вырабатывается на основании многоцентровых клинических исследований. ты не можешь в одной клинике. Ты можешь найти какое-то направление и сказать, знаете, вот кажется, нам туда надо идти. Но ведь это надо подтвердить, чтобы это было воспроизводимо во всех клиниках или почти во всех. Поэтому не вникаю в разные подробности, я очень и очень большой сторонник объединения Санкт-Петербургских институтов, ну не только, любого медучреждения, где это надо. И более того, мне кажется, что наш регион не такой большой, и я бы очень хотел, чтобы что-то было такое, где было написано северо-западный округ России, рандомизированные исследования. Ну, по крайней мере, я планирую это, попытаться там что-то делать, хотя возможности ограничить. Ну, что-то в таком духе я могу ответить. Спасибо. Спасибо, Борис Владимирович, спасибо за интересный вклад. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...